Откройте список контрагентов торгового предприятия. Для этого выберите в меню справочники под пункт «Контрагенты». В качестве контрагентов организации могут выступать юридические лица, индивидуальные предприниматели и частные лица. Список контрагентов общий для всех организаций торгового предприятия, учет деятельности которых ведется в информационной базе. В списке контрагенты стандартным образом можно создавать группы, для классификации контрагентов, например, «Поставщики» и «Покупатели». Для создания новой записи в списке контрагентов выберите пункт «Добавить» в меню «Действия», после чего заполните предложенную форму. Большая часть полей заполняется с помощью справочников и классификаторов. После заполнения всех необходимых полей нажмите кнопку «Записать». Перейдите на вкладку «Счета и договоры». Для каждого контрагента нужно заполнить сведения как минимум об одном договоре, так как именно в договоре устанавливаются условия сотрудничества с деловым партнером. В списке договоров уже присутствует один договор с наименованием «Основной договор» и «Видом договора» с «Поставщиком». Откройте форму «Договор контрагента» для изменения сведений о договоре с контрагентом. Для этого щелкните дважды по строке с названием договора «Основной договор». В открывшейся форме заполните необходимые поля. Затем нажмите на кнопку «Ок» для сохранения сведений о договоре в информационной базе и закрытие формы, после чего нажмите кнопку «Ок» в форме «Контрагенты». Продолжение следует...